Всем привет, дорогие друзья, любители хоррор-игр! Сегодня мы посмотрим на такую игрушку под названием Night Blight. О чём эта игра? Это игра о маленьком ребёнке, который защищает свою семью от нашествия вот этих вот милых чёрных созданий с зубами. Видите, какой он милашка. И мне она напомнила смесь из игр Five Nights at Freddy's и Among the Sleep, которую мы уже прошли. Давайте-ка посмотрим, что тут да как. Так, игрушечка совсем свежая, она вышла у нас 10 дней назад. Я ссылочку дам в описании. Кто захочет поиграть в этот хоррор, в инди-хоррор, тот, пожалуйста, может сыграть, скачать без проблем. Здесь нам повествует то, что вот как раз маленький ребёнок защищает свою семью. И он должен охранять эту семью от вот этих вот бяк и бук. Так, они, короче, приходят под покровом ночи и сеют ужас. Они, короче, приходят во тьме и прячутся вот в всяких укромных местах. Их надо кормить. И тут также распределение, как в Five Nights at Freddy's, то есть с понедельника по воскресенье, по-моему. И выживание идёт не до 6.00, а до 7.00, то есть до утра. Вот тут мы можем то, что наблюдать, то, что они прячутся под кроватями, они находятся во всяких шкафах, в холодильниках. И мы можем их, грубо говоря, подпитывать, кормить вот такими самыми игрушками. Да, всё, мы не можем дальше, потому что день у нас не закончился. Мы должны пройти именно понедельник, и тогда нам откроется новый день и новое повествование о том, что здесь происходит. Space bar прыжок, shift это бежать, понятно. Так, и вот нам как раз-таки эти существа могут находиться под кроватями сестры и твоих родителей. Также помни то, что они могут находиться под кроватью внизу, вот здесь. Закрывай шкафы, чтобы было меньше проблем, или же они принесут тебе много проблем. Так, ага, всё понятно. В принципе, мы поняли. Шкафы закрывать, да. Защитить свою семью до 7.00, удачи. Вот и всё, мы начали играть. Тук-тук-тук. Пока всё тихо, пока никто ниоткуда не вылазит. Вот первую игрушку мы нашли. Кто ты? Это ж робот. Кто-то уже скрипнул. Вы-то не скрипите, одну игрушку мы оставим здесь. Ну-ка, закрой. Так, ты идёшь со мной. Мистер Осьминожек, усатенький ты наш. Кто-то там скрипит. Ну-ка, не скрипи, закрой дверь-то. Постучался такой. Тук-тук. Кто здесь? Ага, решил тут открыть. Да я тебе, блин. Я слышу их. Так, надо спуститься вниз, посмотреть, что у нас внизу, потому что внизу у нас тоже... Эй, ты чё вылез-то? Мэ, мэ, мэ. На, поешь. Всё. Мы его накормили. Где-то опять открылась... Открылся шкаф. Закрой шкаф. Нам надо срочно спуститься вниз, потому что мы внизу давным-давно не были. Мне кажется, сейчас оттуда какой-нибудь... Они, кстати, мне напомнили не гремлингов, а... Мультик был Лила и Стич. Там был вот такое вот это... Существо под названием... Стич. И вот он как раз-таки... Ну-ка, закрой. Ты у нас жрать хочешь, что ли? Он не хочет жрать. Странно так. Динозаврик, ты пойдёшь со мной? О, Фёрби. Фёрби, привет. Блин, опять открыли. Я тема... Крехтит он здесь. Так, здесь пока ничего нету. В принципе, мы пока ознакомимся с этой игрой. Посмотрим, что здесь есть. Как тут всё устроено. Если она вам понравится, мы обязательно сыграем в неё ещё раз. Попробуем пройти до максимального уровня. До кого мы сможем дойти. До максимальной ночи. Ясно. Он жрать хотел. Так, ты идёшь со мной. Идём теперь наверх. Посмотрим, что у нас творится наверху. Они смеются надо мной. Хороший ржать. Так. Ты у нас есть хочешь? Нет. Симулятор кормёжки. Нет, ты есть у нас. Ну-ка отдай. Отдай. А я не знаю. Кстати, это будет такой прикол, то что можно будет оставить? То есть он захочет есть, он съест. Было бы неплохо. Тук-тук. Есть тут кто? Так, понятно. Так, на всякий случай. Постучим. Посмотрим. Ага, открыл всё-таки, да? Ну-ка закрой. А пока на нас не нападут, мы не испугаемся, мы не поймём, что здесь и как. Это нельзя использовать? А то вдруг можно... Смотри, он светится. На, жри. Ага, съел. Так, надо побольше игрушек сюда понатаскать, чтобы нам далеко ходить не пришлось. Так, этот открыл, да? Так. Никто не смеет в этом доме. Я тут главный, я тут король. Так, ты там сиди давай. Нам надо игрушки снизу принести наверх, потому что игрушки кончаются. Вот они все здесь. Фёрби, идём-ка со мной. Ага. Понял. Ты ж... Да чё не ржут-то надо мной? Ну пока, в принципе, всё неплохо. Сколько у нас времени? Три часа. Телефон звонит. А кто это посреди ночи нам может звонить? О, нет! Открыл! Закрой! Позвонил такой. К-к-к-к-к-к-к-к-к. И положил трубку. Хе-хе-хе-хе. Блин, они так жрать хотят быстро. После трёх ноль-ноль они начинают просто дико голодать. У них такой жор наступает. Просто нереальный. На, поешь. Они не хотят есть. Так, значит, пойдём наверх. Быстренько, быстренько наверх. Холодильник упустили. Он с минуты на минуту мог просто выпрыгнуть оттуда. Эй! Залезь обратно! Ну-ка! Капец! Вылез уже прям чуть ли не... На нос нам сел. Так. Вы тут всё нормально? Всё. Я тут главный в этой... В этом доме. Ну, в принципе, в принципе, игрушечка стоящая. В игрушечку можно поиграть. Так, понятно. Там открыл. Я же только к тебе постучал. Ну-ка, закрой. Как будто кто-то вот здесь вот за цветком у нас находится. Так, ты сидишь, ты сиди там. Я пошёл пока вниз. Блин, игрушек так на вас не напасёшься. Так, Фёрби, пойдёшь со мной. Ты сегодня корм для кого-нибудь из них. Что странно, вот этот есть вообще не хочет. Ты активный вообще, нет? Так, ладно. Товарищ осьминожек, усатенький ты наш. Пойдём прогуляемся. Смотрите, какой он милый. Вообще малютка прям. Так. Ты в холодильнике сидишь. Вот и сиди там. Подозрительная тишина такая. Микме, микме. Ладно, перетащим немного игрушек наверх. Что самое интересное? А родителей-то нету. Слушай, ты у нас самый прожорливый. Что? Телевизор ещё работает. Вот это что-то новинка. Так, где это открылось? Где-то внизу. На всякий случай здесь тоже проверить. Ага. Ты думал, я тебя не найду? Тук-тук. Слушай, ты, обжора. Это, видимо, наша мама и папа. А вот мне что самое интересное. А где они? Вот мы маленький ребёнок, я так понял. Мы играем за маленькую девочку. Или за маленького мальчика. Как в игре Among the Sleep. И таскаем вот эти игрушки вот этим гремлингом. Так. Мне что самое интересное. Ты жрать вообще не хочешь. Видимо, ты голодаешь, да? Так, надо холодильник обязательно проверить. Надо обязательно холодильник проверить. А можно здесь ещё... Так, скоро будет уже 7 часов. Так что мы скоро... Я уже думал, холодильник открыт. Скоро мы, скорее всего, эту ночь выиграем. И перейдём на следующую ночь, где нам будет гораздо тяжелее. Мек-мек-мек-мек. Даже мы, скорее всего, вторую ночь тоже попробуем пройти. По крайней мере, попытаемся. Так, ты, Обжора, ты заколебал уже жрать. Ням-ням. Так. Можно ту игрушку с полки достать? А-а-а. Так, прыгай. Прыгает, конечно, немного неуклюже. Так. Ты возьми... Возьми её. Во. Отлично. Так, тут никол... Мек-ме. Мек-ме. Фух. Маленький ребёнок стоит на страже этой семьи. Кстати, эту игру разрабатывал один-единственный человек. Это, мне кажется, огромный труд просто. Одному сделать вот такую-то игру. Это шикарно. Это уже заслуживает какого-то уважения. Я даже так могу сказать. Да! 7 утра. Вторник мы разблокировали. Вот и продолжение той же самой истории. Найт Блайт. Так, только дети могут видеть этих существ. И только... Так, маленькие дети могут взаимодействовать с ними. У нас появилась наша, по-моему, сестрёнка, которая... Да, она будет плакать. И нужно будет вот эту вот... Карусель. Я не знаю, как она называется. Её крутить. Да, чтобы он не умер. И так же будет в гараже открываться дверь. И вот эти вот гремлинги смогут попадать в неё. Надо нажать красную кнопку, чтобы дверь захлопнулась. Это будет тяжёлая и длинная ночь. Привет, милашка зубастый. Ты, блин, самая обжора была эта. Вот, нам показывает то, что... У нас появилась сестрёнка, которую надо будет постоянно крутить. Ну, как сестрёнка? Там лежит игрушка, конечно же. Но нам надо обязательно будет крутить. И нам теперь... Ещё две проблемы сверху. То есть у нас будет больше задач. Надо больше будет мест исследовать. Так, осьминожек, ты идёшь со мной сразу же. Надо где-то определённые места искать. И вот именно на них ставить игрушки, чтобы... Если что, можно было сразу его быстренько накормить. Ты у нас, дружище, постоянно обжора. Ты хочешь у нас жрать всё больше и больше. Уже! Уже где-то открыли. Так, ладно, понял. Так, эта игрушка остаётся здесь. И мы идём закрывать вот этот шкаф. Потому что я слышал то, что он открылся. Да, он открылся. И внизу надо теперь посмотреть будет. Так, робот сидит здесь. Надо вслушиваться. Прислушиваться, что здесь вообще происходит. Потому что эта ночь будет гораздо длинней. Где-то открыл, да? Где-то открыл... Гараж! Гараж открыли, заразы! Так, осьминожек, ты здесь? Я иду закрывать гараж. Блин, уже везде открывают. Ну, гараж же... А, да, гараж был закрыт. Ой, открыт. Где-то здесь ещё открыли. Холодильник не открыли. Всё нормально. В принципе, здесь всё ок. Так, будем схематично двигаться. То есть, мы будем двигаться сначала отсюда. Туда. Так, закрой. То есть, снизу смотреть всё по два раза. И потом сверху будем также проходить. То есть, проходить по одной комнате. Вот эту вот. А сначала правую комнату. Посмотрим, тут ли всё в порядке или нет. Вот, тут надо нам закрыть. Ребёнок! Ребёнок плачет. Эй! Ты куда это собрался? Ну, к работой. Как её запустить-то? Пошёл вон отсюда. Блин, аж мурашки по коже пошли. Вот этот страх и паника. Так, ты у нас в порядке. Слушайте, сколько игрушек здесь? Так, мы здесь всё сделали. Теперь идём обратно вниз. Ты у нас, дружище, хавать вообще не хочешь? Ты, видимо, на диете сегодня. Холодильник закрыт. Я видел. Он в окне был. Он был в окне. Так. Гараж. Что у нас с гаражом? Всё нормально в гараже. Так, идём. Идём обратно. Где-то опять пооткрыли. О, ты уже захотел есть? Не на диете, видимо. Так, тут у нас не надо ничего открывать. Так, игрушечка, пойдём со мной. А потом будет у нас проблема в другом. То есть у нас игрушки будут кончаться. И нам надо будет доставать из вот этих вот потаённых... О, привет! Здорово! Как дела? Чё тут делаешь? Всё нормально? Ну-ну. И тебе удачи. Ты жрать вообще не хочешь, вижу, да? Так, это закрыто. Ну-ка, успокойся. Слушай... Так, он тут не открыл ничего? Он открыл. Ну-ка, закрой. Блин, когда я их вижу, они так беспалевно просто смотрят на тебя, и мурашки по коже начинаются. Начинают идти. А, получается, как... Да, я понял. Когда они вот говорят ме-кме, они тем самым говорят то, что мы хотим есть. То есть на своём языке. И мы должны их кормить. Когда они грят. Как бы здесь никто не открыл. Так, тут всё. Ну-ка, шкаф. Я вовремя пришёл. Кто-то прям дышит, прям рядом. Где-то находится козлина какая-то вот. Так, чё у нас холодильника? Холодильник открывается потихоньку. Так, это закрыть. Так, закройся. Места такие надо где клацать. Они, конечно, не совсем хорошо продумали. Но, опять-таки, говорю то, что эту игру делал один совершенно человек. Так что, я его очень понимаю. Это тяжёлый труд. Всё это сделать, это очень трудно. Где-то здесь открылась справа, скорее всего, дверь. Вот здесь. При мне вот эти вот звуки. Так, закрой. Видите, то есть я нажимаю именно на дверь, а оно в каком-то определённом радиусе только работает это всё. Прям где-то здесь. Ты ещё чё твою мать делаешь? А! Каким образом я же его кормил? О, боже мой. Козлина. Ху. Ну что, мы немножечко взбодрились. Кто смотрит это вечером, те, скорее всего, взбодрились и спать уже не будут. А те, кто днём, те получили какой-то бодрый заряд такой на весь день. Так что, всем спасибо, кто посмотрел. Если вам игрушечка понравится, то вы обязательно пишите в комментариях то, что Рут, давай ещё серию. Я обязательно поиграю в эту игру. Мне, в принципе, игра понравилась. Она свойственная такая. То есть я не говорю то, что она идеальна, но она может дать вам какой-то заряд, какой-то энергии. И, ну, на самом деле, много всяких всячин здесь можно понаделать. То есть, скорее всего, чем дальше будет, тем будет тяжелее. Я думаю, на... Где-то на четверге там уже начнётся полный трэш, полный хаос. Фух, я до сих пор меня не отпустила. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел. Удачи и до новых встреч. Увидимся в следующих сериях какой-нибудь игры или какого-нибудь хорра. Всем пока.